Добрый день, друзья! Надежда, центральная УТАИНа, город Крапивницкий. Здравствуйте! Я Раиса Исклиева. Знаете, вот бывают такие удивительные встречи на жизненном пути, которые, ну, даже, можно сказать, изменяют мою жизнь и направляют её совершенно в какое-то удивительное русло новых открытий. Вот такая встреча произошла в моей жизни с Делярой. Деляра из Казани, я с Крапивницкого. И пятиминутный разговор о том, что можно снимать совместные лайфики, ролики, видео, привёл к цепочке чудесных, замечательных событий и наполнил мою жизнь и жизнь Раечки и многих моих друзей-единомышленников просто удивительным содержанием и вдохновением. Да, познакомившись с Делярой и приняв участие в её челленджах, мы решили с Надей попробовать тоже сделать челлендж вдвоём. Ну, стало несколько вопросов. Как это сделать? Ну, этого никогда не делали. Ну, как всегда, всё новое, появляются новые трудности. И вот сняли мы наш совместный диалог челлендж, снимали его несколько раз, что-то он у нас не получался, в результате он получился длинным. Мы его хотели выбрать, потому что он не получается, ему получается. Но что-то нас удержало, и мы всё-таки настойчиво решили что-то с ним сделать. Ну, и я приняла решение научиться самой монтировать. И благо, как только принял решение, всегда появляются факторы, которые тебе помогают. Пространство слышит твои запросы и помогает тебе во всём, особенно если это действительно какое-то хорошее дело, и для пользы их любя, и для пользы других. Вот я получила монтажу моя дочь. Ну, такое тоже оказалось, что мы какое-то время были несколько дней вместе, хотя она живёт отдельно. И вот она провела мастер-класс со мной, даже создала мне целую инструкцию пошаговую, как работать с премьерой. И вот началась работа. Ну, подробности не буду описывать, но две недели я делала это видео, и дочке отсылала, и она мне помогала. Оно куда-то таинственным образом исчезало. То потом какой-то появлялся вирус. В общем, на каждом шагу была куча препятствий. Руки опускались, и вот пришлось учиться просить, учиться терпению, ожидать, пока тебе помогут. Но в результате всё-таки удалось смонтировать этот ролик. Ну, что я заметила, или к чему я пришла в результате этого всего? Пришла к тому, что я получила удовольствие и радость от работы. От работы с новым. Потому что я научилась с новым, несмотря на все трудности, несмотря на все перепетии. Потому учиться новому – это радостно и приятно, особенно когда знаешь, для чего ты это делаешь. Второе. Я научилась терпению. Пришлось ждать, пришлось переделывать несколько раз. Пришлось разбираться скрупулёзно и подробно. А с техникой я не очень на «ты», потому мне это было трудно, но результат – это, конечно, прекрасно, что ролик всё-таки получился. Ещё научилась взаимодействовать с друзьями, с окружающими, близкими и с далёкими. Не бойтесь трудностей. Всему можно научиться. Даже тем, которым, я знаю, далеко, как я говорю, за 30, то есть за 50, за 60, за 70. Иногда останавливают то, что у молодёжи это быстрее получается, лучше, а мы уже как-то… Ну, нас уже это не касается, можно этого не делать. Присоединяйтесь, учитесь. Это интересно. Увидите, сколько радости вы получите. Тем более, что чему этому учишься с хорошей, благородной целью – для распространения знаний о созидательном обществе. И чем больше нас будет, чем больше нас присоединится к этому, тем быстрее мы построим созидательное общество. И, кажется, цель достойна того, чтобы потрудиться и поучиться новому. Раечка, здорово. Надо сказать, что вот этот челлендж мы снимали по первой основе проекта «Созидательное общество. Ценность жизни». И посмотрите, как проект «Созидательное общество» объединяет людей, которые живут совершенно в разных частях нашей Земли. Раечка живёт в Киеве. Я живу в Центральной Украине. Диляра живёт в Казани. А Ирина живёт в Уфе. Посмотрите, как здорово всех объединяет этот проект. И вот все помогали друг другу. И, конечно, появляется вдохновение творить. Творить для общего дела. Спасибо, друзья. В добрый путь нам всем в «Созидательное общество». Спасибо. До свидания.